Ирина Кудряшова. Счастье из подвала. Софья растила сына одна. И следует заметить, приходилось ей очень непросто. Женщина с молодости не привыкла себя жалеть. Работала она инженером в конструкторском бюро. Чтобы иметь лишнюю копейку, бралась делать чертежи студентам политехнического института. Когда заводчанам давали участки земли, Софья завершила настоящий подвиг. Сама подняла кусок целины. Вырастила сад, оплатила постройку домика. Дача давала возможность изрядно экономить на питании. Овощи, фрукты, ягоды – все свое. На собственный гардероб женщина тоже тратила минимум средств. Годами носила одну и ту же верхнюю одежду. Регулярно отдавала в починку обувь. Софья вовсе не жаждала идти таким трудным жизненным путем. Но в свое время у нее просто не было выбора. Слишком уж достала ее свекровь. Когда Соня и Алексей поженились, мужу от завода дали двухкомнатную хрущевку. И он тут же привез из деревни мать. Не дело, дескать, пожилой женщине проживать в глухой деревушке в доме без удобств. И началось. Выглядела свекровь в свои почти 60. Действительно старушкой. Худенькая, сутулившаяся, седовласая, в белом платочке. На лице морщин уже было много. Она сразу поставила перед фактом. Сама будет вести хозяйство и при этом экономить каждый рубль. «По что так много борща наварила?» – пеняла она Софье. «Гляди, не съели, он и прокис». «Так вылить надо», – откликалась невестка. «И не вздумай! Сама сварила, сама теперь и доедай, прокисший. В следующий раз думать будешь, экономить станешь», – поучала свекровь. Софью воспитали так, что она привыкла с уважением относиться к старшим. И первое время искренне пыталась приспособиться к требованиям свекрови. Но с появлением в семье маленького Толика, жизнь превратилась в сплошное мучение. Мать не могла купить сыну ни сладостей, ни игрушек. Свекровь считала это баловством. Да и других мелких придирок со стороны свекровушки было немало. «Не так с мужем разговариваешь, не те продукты купила. Зачем красишься? Никаких дней рождения праздновать не будем». Софья была готова уже на что угодно, даже снимать отдельную квартиру для свекрови. Но муж на это не соглашался. Когда он вечером возвращался с работы, его никто не тревожил. Женщины подавали на стол ужин, потом можно было смотреть телевизор, спать. Мать считала, что сын устал за день и заслужил спокойный отдых. И Софья видела, что супруг решительно не понимает, чем эта жена его недовольна. Последней каплей стал ужасный случай, когда свекровь на глазах у маленького Толика опустила в ведро с водой котят от домашней кошки. Когда мать пришла, мальчик был в истерике, которую долго не удавалось унять. В тот же вечер Софья собрала ребенка и уехала к подруге, а на следующий день подала на развод. Вот так и стала она мамой-одиночкой. Со временем получила свое жилье, а дальше все складывалось для нее очень просто. И были в ее жизни только сын да работа. Часто Софья упрекала себя в том, что не может уделять мальчику достаточно времени. Поэтому, как только выдавалась свободная минутка, она старалась посвятить ее Толику. Съездить с сыном на пляж, сходить вместе в кино, почитать книжку. Все годы, пока Толя учился в школе, учителя считали Софью превосходной матерью. Мальчик был отличником, одет всегда аккуратно. Плату за питание, а также взносы на всякие школьные нужды мать никогда не задерживала, не пропустила ни одного родительского собрания. И надо сказать, Анатолий замечал, как много трудится его мама, любил ее и жалел. Может быть, Софья подсознательно надеялась, что сын, когда вырастет, возглавит их маленькую семью, в доме будет мужчина. Но, окончив институт, парень вскоре женился на девушке, с которой был едва знаком. Софье пришлось признать, что теперь на первом месте для ее сына не она, мать, а молодая жена. Единственное, на чем женщина сумела настоять, это чтобы молодожены пришли жить к ней. У невестки Галины в семье были младшие сестры, и ее родителям предстояло растить их. «А я как же буду одна?» – жалобно спросила у сына Софья. «Поживите со мной хоть несколько лет, квартир сейчас государство не дает. Если будете жилье снимать, это, считай, деньги в трубу выбрасывать. А так, на первый взнос накопите, ипотеку сможете взять. Все-таки свое жилье – это совсем другое, чем по чужим углам-то мыкаться. Пока же нам всем вместе веселее будет». Сын признал, что это разумно, да и невестка не возражала. И поселились все трое в такой же двухкомнатной хрущевке, как та, в которой начинала семейную жизнь сама Софья. «Занимайте ту комнату, что чуть поменьше», – сказала она молодоженам. «А я буду спать на диване в большой проходной, мешать вам не стану». Однако все оказалось с точностью да наоборот. Если бы кто-то сказал Софье, что она ведет себя не намного лучше, чем в свое время поступала ее свекровь, женщина ни за что бы не поверила. Но все было именно так. Две хозяйки на одной кухне – это уже непросто. Мир можно сохранить лишь в том случае, когда обе женщины идут навстречу друг другу, готовы в чем-то уступить. Посчитаться с чужим мнением. Софья же столько лет была полновластной хозяйкой, что искренне не понимала, как это она будет прислушиваться к пожеланиям молодой девчонки. Галина ратовала за здоровое питание. Ей нравились необычные рецепты. Она могла приготовить что-то недорогое, но при этом очень вкусное. Софья же говорила, что всякие там салаты – это несерьезно, и надо налепить пельмени на два дня. Экономно и сытно. Женщины садились лепить, и почти сразу Софья начинала критиковать работу невестки. «Ты зачем лепишь такие маленькие? Туда и мясо-то почти не войдет. Одно тесто будет. Нет уж, давай я буду кружочки раскатывать правильного размера, а ты лепи». «Ну кто сейчас самостоятельно делает пельмени?» – пыталась возразить Галина. «Потратим весь вечер, а вон в магазине сто сортов на выбор». «Да разве ж в магазине такие?» – презрительно отмахивалась Софья. Хотя комната молодых не была проходной, Софья могла зайти к сыну с невесткой в любой момент. И без стука. Даже поздно вечером, когда они уже лежали в постели, свекровь бесцеремонно щелкала выключателем. «Спите уже? Я вот что хотела сказать, а то потом забуду». Галина заливалась краской, утыкаясь лицом в подушку. «Давай снимем жилье», – просила она на утро мужа. «Я согласна на любой вариант, даже на изолированную малосемейку. Готова взять подработку и оплачивать квартиру, но я так больше не могу. Я же за тебя замуж выходила, а не за твою маму. Впрочем, у меня такое чувство, что меня она воспринимает как какую-нибудь крепостную девку-палашку». Анатолий попробовал было заикнуться матери о том, что им надо жить раздельно. Он тщательно подбирал слова. Говорил, что так будет спокойнее. В первую очередь, самой Софье. «Я понимаю, что вы с Галей очень разные. Пока еще притретесь друг к другу. Сейчас ты не можешь полноценно отдыхать, а если у нас ребенок когда-нибудь появится». Вот, насчет детей я хотела как раз сказать. Оживилась Софья и стала объяснять сыну, на какое время им лучше запланировать беременность Галины и как правильно использовать материнский капитал. Когда же сын все-таки стал настаивать на том, чтобы разъехаться, Софье стало плохо с сердцем. Пришлось вызывать скорую помощь. Правда, приехавшие медики ничего серьезного не нашли. Кардиограмма неплохая, давление лишь чуть-чуть выше нормы. Но она пугать только матери без труда удалось. И теперь, когда супруга заводила разговор об отдельном жилье, он неизменно твердил. «Не могу я больше маму волновать. У нее сердце не выдерживает». «Ну, давай что-нибудь придумаем», – умоляла Галина. «Например, скажем, что сейчас моим родителям нужна помощь, и мы переедем к ним». «Временно!» «Поверь, мои мама и папа совсем другие. Там нам будет намного спокойнее». «А если матери, когда она будет одна, опять станет плохо, что тогда делать?» – возражал Анатолий. В результате он выбрал свою тактику. Если женщины начинали ссориться, или Галя опять просила сменить место проживания, он просто отмалчивался. Софья еще пару раз накручивала себя так, что приходилось экстренно вызывать медиков. Но те, осмотрев пациентку, говорили, что кроме банальной вегетососудистой дистонии тут ничего нет. И тогда в голову Гали пришла мысль, которая сначала представилась ей безумной, а потом стала казаться единственно возможным вариантом. Женщина поделилась своим планом с мужем. «Ты же просто шутишь!» – не поверил он. «Ради Бога!» – взмолилась жена. «Ты не понимаешь, или просто не хочешь замечать, что жизнь семьи превратилась в настоящий ад? Твоя мама убеждена, что я – самый плохой вариант невестки. Истинает, за что же ее сыну выпала такая судьба – взять в жены настоящую змею? А вот если она увидит, какие бывают снохи, надеюсь, тогда она меня оценит». «Если я правильно понял, ты хочешь сделать, как в старой миниатюре Аркадия Райкина. Когда соседи травили пожилую учительницу, а ее бывший ученик, ныне артист, разыграл сцену. Дескать, он хочет поменяться с учительницей комнатами и жить в этой квартире. Тут у него будут огурчики в ванне, здесь брательник с ножом. Злые соседи потом готовы были с учительницей пылинки сдувать, лишь бы она не уезжала. «Ну, пожалуй, что-то общее с моим планом тут есть», – согласилась Галина. Анатолий долго не соглашался с женой, считая эту идею безумной. Но она была настолько настойчива, что, наконец, он сдался. Галя была сама не своя от радости. «И не обращай, пожалуйста, внимания, если твоя мама опять разыграет сердечный приступ. Помни, что говорили врачи, сердце у нее здоровое». И вот, в оговоренный день, когда супруги вернулись с работы домой, они разругались в пух и прах. Галина заявила, что больше знать не желает такого мужа. Схватила заранее приготовленные сумки с вещами и отправилась к своим родителям. Анатолий, который оказался очень плохим актером и только пытался изображать грозного супруга, опасливо поглядывал на мать. Как она себя чувствует? Не будет ли нового приступа? Но Софья, как ни странно, выглядела бодрой и оживленной. «Ничего, сыночек, проживем!» – успокаивала она Анатолия. «Пусть эта капризная особа найдет в наши времена мужа лучше, чем ты. Сейчас успокоишься, потом встретишь хорошую девушку». Девушку Анатолий привел буквально через несколько дней. Завел ее однажды вечером в квартиру и сказал о торопевшей матери. «Вот, познакомься, Елена. Теперь она будет моей женой». «Да где же ты ее нашел?» – только и пролепетала Софья, опускаясь медленно на стул. Перед ней стояла настоящая бомжиха, маленького роста, исхудавшая, бледная, грязная. Одета девушка была в тоненькие джинсы, совсем не по погоде, грязную рваную куртку и кроссовки, про которые детвора, сказала бы, каши просят. Вязаная засаленная шапочка на голове от супруги несло спиртным. Видно, она выпила столько, что едва держалась на ногах. В этом и заключался план Галины. Пусть свекровь, которой она тщетно пыталась угодить несколько лет, увидит, какие бывают жены. Если Анатолий приведет в дом такую особу, она, конечно, напугает Софью и своим внешним видом, и манерами. После этого свекровь лишь обрадуется, когда узнает, что все оказалось розыгрышем. Бомжихе дадут денег и отправят в Освояси. Галина вернется, и Софья будет относиться к ней совсем по-другому. Найти подходящий вариант не составило труда. Родители Галины сообщили, что у них в подвале дома поселилась какая-то бездомная девчонка. Видно, совсем дела у нее плохи. Спит зимой на старом тряпье, бутылки по помойкам собирает. Пару раз они этой девушке еду выносили из жалости. Галя, не раздумывая, отправилась на переговоры. Не вникая в подробности, не интересуясь ее судьбой, она пообещала Елене неплохую сумму за работу в течение одной-двух недель. Может, даже и меньше придется трудиться. Главное, вести себя так мерзко, чтобы свекровь ужаснулась и попросила сына избавиться от такой вот новоиспеченной жены. И вот момент настал. Софья разглядывала девушку. Потом перевела взгляд на сына и неожиданно сказала. «Сейчас с Еленой бесполезно о чем-то говорить. Уложи ее спать, знакомиться будем завтра». Анатолий довел фиктивную супругу до постели, укрыл одеялом, а потом снял с антресолей раскладушку, чтобы самому устроиться на ночь. Утром Софья приготовила завтрак, нажарила блинчиков, заварила свежий чай. Елена вышла из спальни только около одиннадцати. Девушка держалась руками за виски. «Извините, у вас нет какой-нибудь таблетки от головной боли?» – спросила она. «Я не привыкла пить, очень плохо себя чувствую после этого». «Зачем же ты?» Выпила. Просто в подвале, где я жила, очень холодно. Мороз же сильный был. Я так боялась заболеть, ведь без паспорта, без полиса. Кому я нужна? Подумала, что так изогнусь там в своем углу от воспаления легких. Решила впервые водки выпить и согреться. «Ну-ка, дорогая», – сказала Софья, – «ты сейчас пойдешь в ванну и прогреешься, и отмоешься. Я тебе пока одежду подберу, а выйдешь и расскажешь мне о себе. Надо же нам познакомиться поближе». Софья сама не знала, почему, но ей стало жаль эту девочку. К Галине таких чувств не возникало. Та выросла в благополучной семье, пришла к ним в дом спокойная, уверенная в себе. А Елена… ночевать в подвале, когда на улице мороз минус 20, врагу не пожелаешь. Даже простое предложение помыться в ванне девушка приняла с огромной благодарностью и исчезла за дверью примерно на час. В это время Софья перебирала свой гардероб, подыскивая вещи для Елены. Выбор был невелик, фигуры женщин, ну уж очень различались. Софья с возрастом располнела, а Елена была не просто худенькая, а истощенная да нельзя. И все же хозяйка дома отыскала подходящий халатик, смену белья, кофточку, постучала в дверь ванной комнаты и, когда та приоткрылась, подала вещи. Вскоре Елена уже сидела в кухне за столом, жадно уплетая блины и горячий борщ. А Софья смотрела на нее, подперев ладонью щеку. Девушка ела так, словно никогда в жизни не пробовала ничего вкуснее. Это чувство Софье было знакомо. Ей тоже часто приходилось недоедать, когда она растила Толика. Если до зарплаты оставалось несколько дней, в ход шло все. Вода, в которой варилась картошка, считалась супом. Зачерствевший хлеб, намазанный повидлом, заменял пирожное. Летом Софья собирала на даче листья смородины, малины, подсушивала их. И в такие вот дни, когда на полках было шаром по коти, заваривала эти листочки, как чай. «И что у тебя случилось?» – спросила Софья у Елены, как будто продолжая разговор. Оказалось, что несколько месяцев назад у девушки умерла мать. Елена только-только успела окончить медицинский колледж, хотя когда мама болела, девушке стало не до учебы. Вряд ли можно представить себе что-то страшнее, чем наблюдать за страданиями любимого человека и быть не в силах ему помочь. Онкологическое заболевание у матери Елены выявили на последней стадии. Обеспеченные люди и в такой ситуации не растерялись бы. Стали бы искать и пробовать различные варианты лечения и в столице, и в других странах. Но семья девушки жила более чем скромно. И кроме стационара городской больницы, мать Елены ни на что рассчитывать не могла. Девушка просиживала с больной днями и ночами, но спасти маму не удалось. Наверное, если бы у Елены был любящий отец, вместе им легче было бы перенести это горе. Но в семье жил отчим, который не мог дождаться момента, когда избавиться от падчерицы. Елена никогда не могла понять, почему ее мать так держалась за этого мужчину. Грубый, резкий, часто выпивал, с бандитскими замашками. Ссоры в семье происходили постоянно. Скорее всего, именно по этой причине мать и заболела. Постоянное нервное перенапряжение, стрессы. Сразу после поминок отчим буквально вышвырнул падчерицу на улицу. Сказал, что квартира оформлена на него и Елене ничего не светит. А если она попытается настаивать на каких-то там своих правах, он позовет друзей, и они уж с ней разберутся. Звучало это устрашающе. Но хуже всего было то, что отчим не дал девушке возможности забрать документы и вещи. Она должна была уйти в чем стояла и больше никогда не попадаться отчиму на глаза. У Елены не было близких подруг, которые могли бы приютить ее. Пару ночей девушка провела на вокзале. Старалась держаться возле кафе. Посетители нередко уходили, оставив что-нибудь на столе – булочку, сосиску, недопитый кофе. Елена старалась взять эти объедки, прежде чем их уберет официантка. А потом на нее обратила внимание уборщица и посоветовала остерегаться. Тут, на вокзале, девушка рано или поздно привлечет внимание полиции. Если нет дома, стоит подыскать какой-нибудь угол. Например, можно устроиться в каком-то подвале. Не сразу, но в конце концов Елене удалось найти для себя такое убежище. Конечно, приходилось очень трудно. Из какого-то предубеждения девушка не обращалась в социальные службы. Она была уверена, что ее заберут, отправят или в приют, или в психушку, или даже посадят в тюрьму за бродяжничество. Поэтому она просто выживала, как могла. Девушка стала настоящим экспертом по помойкам и уличным свалкам. Она знала места, где нередко люди выносили к мусорным контейнерам пакеты с ненужными вещами. Ставили рядом, чтобы брали, кому нужно. И даже если тряпье оказывалось совсем уже негодным, оно могло играть роль подстилки или одеяло. Ведь в подвале, где обосновалась Елена, было холодно. Порой кто-то покупал или продавал квартиру, и на мусорке оказывался колченогий стул, тумбочка 50-х годов или какая-нибудь другая мебель. Ну и, конечно, главное, что искала Елена, это еда. Чувство голода было мучительным. «У меня сейчас, наверное, гемоглобин аховый», – грустно усмехнулась Елена. «В последнее время по утрам я не могла уже встать, очень голова кружилась и ноги не держали. Бывали счастливые дни, когда я находила на улице оброненные кем-то монеты. Привыкла ходить, глядя под ноги. Так рублей 20 соберешь, и это уже удача. Можно купить полбулки хлеба». «Как же вы с Толиком-то познакомились?» – не выдержала Софья. Ей показалось, что Елена смутилась, стала подыскивать слова. А она думала в этот момент, что ей ведь совсем ничего не сказали, что говорить, что делать. И стало стыдно потому, что вместо того, чтобы вести себя гнусно, как велела наниматель, она разоткровенничалась с этой милой, как ей показалось, женщиной. Ну, он увидел, как я подсчитываю мелочь возле хлебного киоска, спросил, сколько не хватает, а потом купил мне хлебом и разговорились. Софья не стала больше мучить девушку, видела, что разговор дается то и нелегко, слишком мрачными были воспоминания. Так началась совместная жизнь. По утрам Анатолий уходил на работу, а его мать и жена занимались хозяйством. Видно, слишком намучилась Елена, чувство благодарности в ней не угасало. Она так ценила и то, что теперь была сыта, и то, что спала в чистой постели, жила в тепле, и ей все время хотелось отплатить за добро, угодить свекрови, а не навредить, как ее об этом просили. Стоило Софье высказать какое-то пожелание, как Елена, не рассуждая и немедля, спешила исполнить просьбу. Убираться, стирать, мыть посуду, подшивать шторы, чистить обувь. Елена бралась за все, хотя сил у нее было пока еще мало. И временами девушка бледнела, закрывала глаза, руки бессильно падали. «Ляг, полежи!» спешила Софья. «Брось, говорю, потом доделаешь! Смотри, на тебе лица нет!» Елена могла заснуть среди дня и проспать два-три часа, но не от лени, а от того, что организм был слишком истощен. Софья старалась получше накормить девушку. Теперь, когда она шла в магазин, брала для Елены фрукты, что-то мясное, молочное. «Да не тратьтесь вы!» Виновато говорила девушка. «Сейчас продукты такие дорогие, а я могу кушать все, картошка есть мне и довольна». Софья только отмахивалась. И когда Анатолий приходил по вечерам домой, он заставал самую, что ни на есть, мирную картину. Мать и жена пили вместе чай, или смотрели какой-нибудь сериал по телевизору, или занимались рукодельем. Про Галину Софья и не вспоминала. Между тем, настоящая супруга ничего не могла понять. Она-то была уверена, что свекровь выдержит маргинальную невестку не дольше недели, причем каждый день будут скандалы, сердечные приступы и тому подобный театр. А потом Софья начнет умолять сына попросить у Галины прощения и привезти ее обратно. Тогда и можно будет выстраивать все отношения внутри семьи заново, с чистого листа. Но ничего подобного не происходило. Никто Галине не звонил, не приезжал за ней. Анатолий указалось, что он получил передышку, и мужчина наслаждался миром и спокойствием в доме. Но тут уже начали волноваться родители Галины. «Ты нас, наверное, не хочешь расстраивать?» Говорила молодой женщине ее мать. «И вы действительно расстались с Анатолием? Всерьез, а не в шутку. Но признайся, что это так». Тогда Галина сама позвонила мужу и потребовала, чтобы он раскрыл дома их заговор. Сказала, что если он этого не сделает, на другой же день она сама приедет к Софье. «А этой бомжихе дай денег и пусть катится туда, откуда пришла. Ишь, хорошо устроилась!» Негодовала Галя. У нее совсем другая задача была, между прочим. Она должна была предстать перед свекровью такой хабалкой, чтобы та в ужас пришла. А она наоборот, затаилась и сидит, как мышка. «Никакая она не бомжиха!» возразил Анатолий. А вполне неплохая девчонка, оказавшаяся в очень трудной жизненной ситуации. «Ах, ты ее уже и защищаешь? А может, ты и вправду с ней уже спутался? Признавайся!» «Галя, я ведь сразу говорил, что эта идея не лучшая. Тебе бы следовало спросить у Лены изначально, почему она попала в такое положение, сможет ли вести себя, как ты хотела. Но ты думала лишь о себе, даже представить не могла, что человеку, может быть, будет трудно изменить свое поведение, если она не привыкла быть хамкой. Надо было бы тебе актрису нанимать, раз так хотелось». «Ну, в общем, так. Я вижу, далеко у вас там отношения зашли, и завтра же я наведу порядки, если ты не в силах это сделать». Анатолий очень не хотел начинать разговор с матерью, но ему пришлось это сделать. Он выбрал время, когда Елена ушла спать и присел рядом с Софьей. «Мама, я хотел попросить у тебя прощения», сказал он виновата, «за то, что навязал тебе, как будто новую жену. Но дело в том, что она...» «Нет-нет, ничего страшного», поспешила возразить женщина. «Леночка, просто сокровище! Я так рада, что вы встретились! Жизнь сейчас такая, что никто не застрахован. И ты, и я тоже могли попасть в переплет, как Леночка. Ты ей помог, и Бог тебя отблагодарил. Такую жену еще поискать!» И тогда Анатолию пришлось раскрыть свой секрет. Софья слушала сына, и лицо ее искажалось. «Что же ты творишь?» не выдержала она. «Получается, ты посмеялся надо мной, унизил Леночку, и все по приказу Галины? Видеть ее больше не хочу!» Софья схватилась за сердце. Анатолий только вздохнул. «Ну, сейчас опять начнется. Мать будет мерить давление, пить корвалол, изображать умирающую. Хорошо, если обойдется без вызова скорой помощи». Нет, Галина все же перегнула палку. Сама-то она отсидится у себя дома, а вот ему придется стать невольным зрителем этого спектакля. Анатолий и не заметил, как рядом с Софьей очутилась Елена. Девушка щупала пульс, тревожно всматривалась в лицо своей заступницы. «Немедленно вызывай неотложку!» – велела она Анатолию. В первый раз ее голос прозвучал настолько властно. «Да не бойся ты!» – попытался урезонить девушку-мужчина. «Такие приступы повторяются постоянно. Маме просто нужно привлечь к себе внимание. Она хочет, чтобы ее пожалели». «Слушай сюда!» – отчеканила Елена. «Счет идет на минуты. Если врачи не приедут, ты потеряешь мать. А пока ждем медиков, тащи сюда все сердечные лекарства, какие есть. Я посмотрю, может, что-то пригодится». Анатолий невольно повиновался девушке. Он позвонил в скорую, принес аптечку, где, к счастью, оказался нитроглицерин. Вторая удача заключалась в том, что бригада приехала очень быстро. Медики сняли кардиограмму и диагностировали инфаркт. Анатолий на руках отнес мать в машину. Из больницы он вернулся поздним вечером и был близок к тому, чтобы встать перед Еленой на колени. Если бы не ты, маме тут же поставили капельницу, начали лечение, врачи повторяли, что успели. «Видишь ли, я слишком хорошо знаю, что такое потерять мать», сказала Елена. «А после инфаркта, конечно, придется долго восстанавливаться, нужно будет отправить Софью Петровну в санаторий, но перспективы неплохие». Как только Софья смогла поговорить с сыном, она попросила Анатолия развестись с Галиной официально и жениться на Елене. «Дело даже не в том, что она спасла мне жизнь», повторяла женщина. «Просто если ты ее упустишь, то всю жизнь будешь об этом жалеть. Умная, добрая, тактичная, безотказная». «Я разглядел, что она еще и красивая», смущенно признался Анатолий. Придя домой, он попросил у Елены прощения за то, что вместе с Галей втянул ее в эту сомнительную авантюру. «Мама теперь не представляет, как будет жить без тебя», повторял он. «А ведь сейчас после инфаркта ей нельзя расстраиваться. Документы я, конечно, помогу тебе восстановить, но ты согласишься остаться у нас? Елена подумала и кивнула. «Я ведь тоже полюбила Софью Петровну». Галина не могла поверить своим ушам, когда Анатолий позвонил ей и попросил прийти к определенному часу в ЗАГС, чтобы подать заявление на развод. «У нас же было все прекрасно», беспомощно повторяла она. «Ну, если не считать той разыгранной ссоры». «Значит, чего-то все-таки не хватало в наших отношениях», возразил Анатолий. «Просто ты решил послушаться свою мать, которая всегда меня ненавидела». Мужчина нажал на экране на красную кнопку. В течение ближайших недель он помог Елене получить все нужные документы. А после этого девушка сразу нашла работу. Ее приняли медсестрой в ту самую кардиологию, где лежала Софья. Увидев свою спасительницу, женщина обрадовалась до слез. Теперь она готова была относиться к Елене, как к родной дочери. И успокоилась Софья только тогда, когда узнала, что ее сын оформил развод и сделал предложение Елене. Галина еще не раз звонила, пыталась поговорить с бывшим мужем, убедить его, что можно начать все сначала. Но Анатолий находил повод прервать разговор. Он не хотел, чтобы у Елены был даже малейший повод для ревности. Слишком дорожил он теперь той, которую таким вот странным образом послала ему судьба.